добрый день уважаемые коллеги учителя сейчас начнем наш вебинар но пока у нас мало участников давайте подождем пару минут пока подключится давайте пока проверим связь напишите слышите ли вы меня отлично видео попозже выключат потому что это будет мешать самой презентации будет закрывать часть презентации будет только голос ваши вопросы вы можете задавать в чате я буду читать параллельно сразу отвечать по возможности прошлый вебинар у нас был на тему как работать с экзелем то есть оказалось есть ворки есть excel и какая разница между ними и где лучше что использовать excel это была программа из microsoft офиса сейчас мы будем не только офис на другие перейдем программы покажу что и как можно делать итак темы сегодняшнего вебинара все вместе в одном месте то есть мы хотим работать хоть и сидя в разных кабинетах в разных зданиях в разных городах поселках возможно в разных странах над одним общим делом над одним общим документом как это делается давайте начнем сегодня вебинаре просмотрим что такое совместный доступ как создавать документ совместным доступом и как работать совместно с кем-то над документами совместный доступ это значит мы будем иметь доступ к одному именно документу ладно мы например мы хотим чтобы наш коллега друг работник подопечный студент ученик тоже работал не только один может даже группа лиц например вы хотите дать задание всему классу чтобы они не принесли вам 15 разных файлов с документами именно чтобы все было в одном месте сразу чтобы он не пришлось из 15 документов создавать один общий сидеть пол ночи копировать вставлять это чтобы сразу все было в одном месте вот для этого нам нужен совместный доступ кто-то может ночью это сделать кто-то может уехать поселок сделать потому что на ходу с телефона все это сделать все это называется совместный доступ вам наверно приходилось сталкиваться с ситуациями когда например нужно собрать какую-то информацию с разных источников в одно место вы для начала отправляете форму говорите вот файл заполните пожалуйста напишите там какую-то информацию и потом обратно мне пришлите и отправляйте например в группе там 30 человек 30 человеком отвечает через пять дней и вы сидите 30 файлов складываете в одно место и потом копируете и вставляете в один файл это занимает очень много времени и сил но можно это решить просто создав один онлайн документ который все войдут и все сразу заполнить и все будет в одном месте совместный доступ это похоже вот все же в соцсетях сидите там в одноклассниках в инстаграме в контакте еще где-либо вы же лайки или комменты пишите под фотографиями это тоже совместный доступ своего рода то есть только к одному фото например кто-то из вас выложил фотографию вы заходите ставить оценку ставите пишите комментарии это тоже совместный доступ получается мы все вместе иметь доступ к одной фотографии то же самое когда вы посмотрите видео или то же самое когда будет даже подсапе пишите сообщение у всех есть один общий файл допустим ворда и все него сообщения пишут это то же самое что совместный доступ окажется мы каждый день этим пользуемся да но что нужно чтобы именно над документом работать первое нам нужно общее хранилище где это будет храниться этот документ например при работе с компьютера вы храните у себя на жестком диске на своем компьютере файл потом вы перешли пересылаете вокал кому-нибудь по почте либо там на флешке забираете значит где хранится файл чтобы совместно пользоваться нужно чтобы все знали где это хранилище находится дальше приложение то есть каким какой программы вы будете работать над документом например это word excel либо как я вам дальше расскажу google таблицы ну соответственно сам документ который вы должны создать ну соответственно именно чем работать и разрешение на доступ то есть чтобы работать нескольким человеком нужно чтобы хозяин этого файла разрешил это делать это немаловажно нужно запомнить итак это четыре принципа которые нужно знать для совместного пользования давайте дальше вот например что говорит нам офис точнее приложение ворд для совместной работы но как знаете ворд это платная программа и такие штуки например очень делесообразны в больших компаниях где очень много менеджеров работников которые и все они работают в одной программе ворк точнее в одной версии программе морга тогда и туда удобно где у них есть свои сервера для работы с файлом но это не наш способ потому что каждого из нас разные версии разные возможности разные компьютеры так что надо поискать пути другие не только ворд я вам предлагаю google документы google документы это бесплатный сервис который вы можете каждый пользоваться совершенно бесплатно и он содержит себе почти все что нужно обыкновенному человеку при работе с документами вы же каждый день google пользуетесь что-то ищите какую-то информацию есть google почта тот же самый gmail тот же самый youtube и тоже предлагает принадлежит google и также если google такие такой сервис как документы что дает нам google docs google документы он нам дает хранилище файлов бесплатные 15 гигабайтов он дает вам бесплатно у нас есть приложение для работы помните он говорил про четыре важных вещи для работы совместно хранилище приложение документ и разрешение так вот хранилище у нас есть google диск вот вот его иконка google диск есть у нас теперь нам нужно приложение вот три приложения это ворд презентации и таблицы экзеля все это он предоставит бесплатно также google предлагает интеграцию с другими сервисами такими как почта календарь ленты чат в общем очень много сервисов бесплатных тоже очень удобных но пока остановимся только на вот в дальнейшем расскажу дальше надеюсь пока все понятно если что задавайте сразу вопросы в чат давайте расскажем про плюсы и минусы google документ плюсы он бесплатный то есть по идее офис microsoft вот офис то есть ворд excel это платный программ google же нам дает все это бесплатно он также дает нам хранилище где можем хранить свои файлы тоже бесплатно он довольно простой в использовании то есть интерфейс очень легкий понятный все как бы на своих местах не нужно искать какой-то там кнопку где-то далеко все просто все там где нужно предоставляет инструменты для совместного пользования что сейчас расскажу дальше и вот что самое интересное совместимость на любых устройствах то есть вы можете с телефона работать можете с компьютера можно с планшета можно прийти домой с другого компьютера можно с ноутбука на всем что угодно все что имеет доступ в интернет мы можем на этом работать с google документами есть небольшие минусы в том плане то что для работы требуется интернет но сейчас как бы уже везде есть интернет у каждого в телефоне круглосуточно есть доступ в интернет работает медленный посыл по сравнению с вордом до работает медленнее но это не особо критично прям если нужно что-то быстро сделать тогда можно открыть ворд напечатать быстро и закинуть в google top и требуется аккаунт но аккаунт для современных людей не проблема у всех у каждого есть аккаунт в соц сетях google скорее всего тоже у всех есть почему не всегда требуется когда кто-то создает документ не отправляет вам он может настроить доступ так чтобы вы могли не входя свой аккаунт писать что-то редактировать что-то дальше расскажу об этом но если вы сами хотите создать документ который будет только пользоваться вам обязательно нужно делать это со своего аккаунта все понятно никто ничего не говорит все молчат надеюсь все понятно и так давайте будем создавать теперь законе перейдем именно к созданию google документ во первых нам нужно зайти на сайт google а именно на сайт если мы работаем с компьютеров и перейти в раздел документы потом создать именно сам документ и дать доступ для совместного пользования вот четыре простых шага сейчас я вам наглядно все это покажу заходим на сайт google сайт google а пожалуйста и вы здесь вот в правом верхнем углу здесь кнопка войти и либо вот эти вот 6 9 кубиков здесь вот есть кнопка google диск давайте нажмем не и зайдем вот это мое хранилище файлов здесь есть куча моих файлов которые когда загружал использовал делал отправлял кому-то и здесь кнопка создать и создаем что нам нужно можем создать три типа документы таблицы и презентации они все похожи на вордовские да и точнее на офиски как microsoft word как excel и как powerpoint давайте создадим просто документ ну пожалуйста открывается страница куда мы можем печатать что-либо все делается точно так же как ворде размер шрифта центровка жирнее курсив можно вставлять рисунки в общем все что можно делать ворде здесь тоже можно делать давайте вернемся к слайду так давайте аккаунт у каждого наверное есть аккаунт вот для тех кого нету можете создать его тоже бесплатно легко просто на сайт google заходим в правом верхнем углу есть кнопка войти если нету там есть кнопка зарегистрироваться нажимаем создаем аккаунт форма простая в общем там легко разобраться у всех у кого есть телефон с андроидом вы скорее всего пользуетесь аккаунтом google так как android работает через гугловские приложения так что вспоминайте пароль и заходите и так мы зашли нажимаем на на вот эти 9 точек тут открывается все сервисы google тут можем написать нажать еще и там внизу еще куча список вылезет всех возможностей google нам пока не интересен вот google диск зашли google диск открывается здесь будет список файлов которые у вас есть ну либо нету пустой и нажимаем создать и создаем все что нам нужно мы можем создать документ как word таблица как экзел и презентации возможности гугла в принципе очень достаточный чтобы пользоваться как простому таки довольно продвинутому пользованию пользователю почему ну во первых интерфейс понятный все что нужно под рукой находится есть автосохранение так как документ сохраняется в облаке на на хранилище гугла он сохраняется автоматически то есть вы что-то написали он сразу сохранил вы что-то написали он сразу сохранил можно скачать этот документ себе на компьютер после того как вы сделали можно наоборот то что вы на компьютере создали загрузить на google диск из него создать потом документ как я уже говорил доступ с любого устройства можно с телефона можно с компьютера по всего угодно что имеет доступ интернет и предоставление совместного пользования что вам дальше сейчас покажу чтобы работать совместно документом вы должны как автор как создатель документа предоставить разрешение то есть указать либо конкретным людям чтобы они именно только они имели доступ к этому файлу либо всем кто захочет то есть у кого есть будет ссылка кому вы отправите ссылку либо можете запретить то есть чтобы никто не видел никто не заходил и не мог смотреть ли это меня что-то в этом документе так как находится ваш файл находится в интернете на на хранилище губа для настройки доступа в правом верхнем углу как вы зайдете создать документ будет такие вот кнопочки то есть это excel а это вордовской идей значок на сроке доступа сразу говоришь есть два типа разрешений именно как документу то есть к файлу именно доступ чтобы его можно было скачать например и есть как совместный доступ это два два разных типа разрешений когда вы открываете доступ к файлу любой человек может найти его скачать к себе когда вы ставите выключаете доступ к файлу никто не может сохранить его к себе либо найти просто в интернете а совместный доступ вы уже включаете сами для того чтобы работать с кем-то вместе надо ним документ вот я вам рассказываю про два типа доступ к документу для всех в интернете вот у вас три варианта именно именно к документу как файлу так если вы включаете доступ ваш файл доступен для поиска и просмотра всем вот всем в интернете все кто захочет может найти и скачать вот есть такой параметр как включена но как бы наполовину для тех у кого есть ссылка то есть его невозможно найти простому человеку но если у вас есть ссылка вы его заходите и просматриваете а если вы выключаете только вы сможете просматривать либо вы сами либо тем кому вы дали разрешение там внизу прописываете и вот хорошая вкладка совместный доступ когда вы настраиваете этот параметр доступ автоматически подстраиваться к этому когда вы выключаете никто не может найти этот файл только вы можете просматривать и редактировать когда вы ставите просматривать вот этот параметр и отправляете файл тот человек может только посмотреть то есть прочитать документ но он не может в него внести изменения когда вы ставите редактировать вот тогда уже человек может дописать свое ваш файл заполнить его и так далее в общем изменять ваш файл то есть редактировать кстати вот называется разрешение давайте покажу наглядно давайте покажу наглядно вот я сегодня создал такой документ открываю его это простой документ гуглский по типу ворда просто страница с текстом и давайте настроим доступ нажимаем настройку доступ видите было написано доступно только мне вы можете сразу вписать сюда адреса электронных почв человек к которым вы хотите открыть доступ либо вы не знаете кто будет смотреть это но хотите показать нажимаем расширенные уровни доступа вот здесь теперь меняем например ставлю включен для всех у кого есть ссылка теперь когда я отправлю ссылку человеку он может зайти и смотреть это и доступ ставим редактирование пускай они могут изменять и писать что-то вот теперь написано изменить элемент может любой пользователь обладающий ссылкой все мне это не устроить теперь вот эту вот ссылочку я копирую либо можно вот здесь копирует то же самое либо вот здесь одно и то же так я скопировал теперь я вот вам сейчас в чат я напишу эту ссылку кто-то может сейчас зайти и что-нибудь написать мне вот кто-то уже зашел и пишет одновременно как кто-то пишет я могу сразу дополнять это вот например только что я изменил шрифт вот например только что я изменил шрифт в чате я отправил ссылку на документ можете сейчас дойти ну либо попозже и написать что-нибудь вот уже кто-то зашел на примере отсюда вижу вот здесь сверху видно что кто-то заходит и так как я включил доступ всем у кого есть ссылка вы заходите не минуя свои аккаунты то есть без входа в аккаунт вы пишете вот здесь мы сейчас да вижу несколько человек зашли и пишут он средняя школа 23 рад слышать рад видеть отлично вернемся к слайд нашим и так чтобы подытожим и так чтобы разрешить совместную работу нам нужно разрешить редактирование и включить доступ по ссылке обязательно параметр это для тех для тех людей которых вы хотите видеть на редактировании этого файла копируем ссылку скопировали и отправляем коллегам студентам подопечным неважно как по электронной почте по ватсапу неважно можете хоть хоть как-нибудь просто передать передаете ссылку он заходит по этой ссылке как вы только что сделали некоторые из вас то есть разрешение нас на работу это как бы вы снимаете замок с вашего документа и открываете его всем кто есть в интернете у кого есть ссылка на ваш документ может редактировать и изменять его вопросы есть именно по разрешению по возможностям по уровням доступа потому что это очень немаловажный параметр для работы именно для совместной для совместной работы как бы создать документ можно ничего сложного нету вы создаете документ и используйте его а именно чтобы совместно использовать нужно открыть замок и надеюсь всем понятно про разрешение пойдемте дальше есть некоторые минусы когда все работает над одним файлом все куда-то тыкают куда-то что-то пишут непонятно куда хотят шрифт побольше сделать поярче сделать написать повыше и и это иногда очень мешает в том плане например у вас есть таблица допустим не документы таблица и где каждая строчка это отдельный элемент а когда вы пишете в другое место то есть вы вписываете свои данные не не в нужное место а совсем другое а еще хуже когда там написано что-то уже вы это удаляете и заменяете это как бы очень неправильно например человек сделал свою работу писал свои данные а вы зашли поменяли это эти данные ну так же ведь нельзя поэтому при создании при работе на документах вы должны писать только то где вам нужно то есть куда вы должны писать я вас попросили написать туда и надо писать например покажу сейчас теперь у нас не google не ворловский документ а таблица вот такая таблица сейчас откроется секунду на 80 с лишним строк можно больше можно меньше да именно данная таблица на 80 там человек на 86 строк то есть теоретически 86 человек должны зайти и писать свои сюда свои данные например мне нужно заполнить вот эту строчку но я не пишу сюда а вот куда попало в чем тыкаю нажимаю а потом человек заходит смотрит кто-то его данные поменял или потом начальник начинает проверять у тебя же не такие цифры почему ты ввел сюда такие цифры а ты говоришь это не я это тот другой можно решить эту проблему задав именно таблицах защитив диапазон и разрешить его только тем кому этот принадлежит но имея например 80 человек 80 разным человеком каждый отдельно документ создавать это тоже долго поэтому всего лишь нужно быть аккуратным при заполнении таких документов не вписывать свои данные в чужие ячейки в чужой диапазон работать только над своими значениями над тем что тебе принадлежит иначе весь смысл совместного пользования теряется и приходится опять все собирать вручную отдельно обзванивая каждого человека так а вот вопрос о создатель документа может видеть кто вносил данные да может здесь есть история изменений история версий но так как здесь включен доступ по ссылке то есть без входа в аккаунт здесь будет только анонимный пользователь писаться а если вы включите только именно по почте то есть укажите каждого члена вашей команды то должно работать над этим документом тогда вы здесь сбоку будет видно кто что куда писал когда писал даже будет видно и что написал ну точнее где ими написал тостан надеюсь я на ваш вопрос ответил так что да ваш вопрос по большей части обоснованно настройках доступа вот вы здесь вы можете поставить не всем а только тем кому вы хотите включить например вот сюда вы пишете достань собачка mail.com допустим вот этого человека вы включаете доступ потом идете дальше там и так 15-20 человек сколько вы хотите написать и и отправляете им и только эти люди зайдя свой аккаунт например достан заходит на свой аккаунт достану достану mail.com получать доступ к этому файлу другой не получает возможно это правильный вариант но для например отправляем файл одному человеку говорим заполни его тот говорит своему коллеге ты запомни за меня пожалуйста либо там отправляет своему подопечному заполните вы у меня там много работы или я не знаю эту информацию ты знаешь заполни и когда вот так просить каждый раз автора хозяина документы чтобы тот включил доступ для отдельного человека это будет очень долго но возможно это будет правильный да но мы можем работать и так если бы все все аккуратно будут работать можно и без доступа работать и имеют и без разрешения специально и так что нам нужно для совместной работой нам нужно быть аккуратным не портить чужие труды чтобы кто-то другой тоже не испортил наши труды наши вписанные значения давайте подытожим что мы сегодня научились мы сегодня научились создавать документ возможно на чужом компьютере возможно даже на телефоне не имея под рукой word open office или еще каких-либо приложений мы можем только зайти на сайт google а зайти в свой аккаунт и создать документ более того создав документ мы можем показать его всем пользователям или тем именно которым мы хотим и можем разрешить доступ к этому файлу чтобы люди вносили изменения в одном файле то есть все работали в одном месте если у вас есть вопросы можете сейчас задать вернусь покажу еще раз вот например на этой таблице сейчас работает 86 человек они должны заполнить ее исходя из надписей обычно работа с таблицами представьте чтобы если я каш с каждого человека отдельно собирал таблицу это было 86 файлов которые пришлось бы 86 раз копировать чтобы создать одну большую таблицу а сейчас все в одном месте я вижу даже кто не заполнил кто заполнил после того как заполнится просто нажму файл скачать и скачать как excel и все но он у меня будет на компьютере скачать сначала показать как начинать работу над созданием окей пишем google.kiz нажимаем войти мы вошли в наш аккаунт google нажимаем на приложение google это маленькая кнопочка можем сразу зайти на свои документы можем зайти сначала свой диск заходим в свой диск и создаем например таблицу создаем для чего это нужно что нужно работа в интернете с файлами или для чего нужно совместный доступ со диской школы так и 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 так вот мы создали таблицу я указал на минусы которые возможны при работе совместным доступом но я также описал возможное решение чтобы избежать этих минусов я могу каждому отдельно дать доступ тогда не будет такого бардака в файле потому что каждый я буду видеть кто заходил когда заходил и что куда писал но вы представьте что у вас есть 100 человек из которых нужно собрать данные и представьте что 100 человек вам каждый отдельно на почту отправляет файл и вам нужно потом из этих 100 человек собрать одну большую таблицу сколько вы сколько вы будете работать над этим если в учреждении настроен общий локальный доступ но вы работаете тогда в пределах только своего учреждения то есть может это здание может это филиал может это сеть филиалов а например другому человеку который находится не в учреждении находится например с дома хочет поработать либо на больничном человеке либо в командировке тогда локально он уже не будет не сможет работать садинская школа говорит этим 100 человек нужно будет досконально разжевать в принципе тут уже и так на словах как бы на пальцах понятно когда вы отправляете ссылку человек заходит и видит то что есть какая-то форма какие-то столбцы какие-то данные которые нужно заполнить то есть вы же человеку не просто так отправляете вы сначала его предупреждаете то что вы отправите такой-то файл что там предстоит такая-то работа работа Спасибо. Спасибо. У всех 100 человек должен быть Google аккаунт. Нет, я же вам говорил, вы когда включаете доступ просто по ссылке, человек без аккаунта может зайти. Вы просто отправляете ему ссылку, а в настройках доступа вы оказываете доступ по ссылке без аккаунта. Сейчас я вернусь, покажу. Вот, например, сейчас я сделал таблицу. Вот, включаю настройки. Настройки доступа. Пишем название таблицы. Вот, вы можете здесь указать именно по почте своим людям, которым вы хотите дать доступ. Либо нажимаем расширенный, нажимаем изменить. Вот, включен для всех, у кого есть ссылка. Входить в аккаунт не нужно, написано. И мы здесь ставим на редактирование. И вот тогда каждый человек без доступа, без аккаунта может зайти и написать сейчас. Например, сейчас я сохраню. Настройки доступа сохранились. Вот, теперь написано. Получить доступ к этому элементу может любой пользователь, обладающий ссылкой. Вход в службу не требуется. Копируем ссылку. И сейчас я вам в чат отправляю ее. Теперь вы можете зайти и поставить оценку. Еще у вас есть вопросы? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Мои контакты вы видите. Можете писать на почту. Звоните. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok